Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» проводится с 1982 года и на данный момент является, пожалуй, одним из самых масштабных спортивных событий в нашей стране. Соревнования охватывают практически все регионы, а количество участников отчисляется сотнями тысяч. В Твери состязания также пользуются большой популярностью. Ожидается, что в этом году на старт выйдут порядка 7 тысяч спортсменов-любителей. Место в этом году выбрано, как и уже 4 года подряд. Это микрорайон Южный, за магазином Декатлон. Почему мы выбираем это место? В первую очередь, конечно же, из-за транспортной доступности. Любой житель города может на общественном транспорте приехать, выступить, поучаствовать не только в гонке, но и в массовых гуляниях. Во вторник, 6 февраля, началась официальная регистрация участников гонки. Заявки принимают в областном спорткомитете. Количество желающих зашкаливает. На старт планируют выйти как жители Твери, так и представители районов области, победившие в отборочном туре соревнований. Всех участников забега по традиции снабдят номерами и специальными фирменными шапочками. К слову, и тех, и других осталось не так уж и много, отмечают в спорткомитете. Если быть точным, менее тысячи. То есть кому-то может и не достаться. Впрочем, к участию в гонке допустят всех. Регистрация будет продолжаться вплоть до начала соревнований. Что касается программы состязания, существенных изменений она не претерпела. То есть помимо забегов мужчин и женщин, у нас юноши две категории. Младшие юноши, средние юноши. Также забег в обязательной программе уже у нас стал для людей с ограниченными возможностями. Семейные забеги. Причем семейные забеги есть как для полных семей, так и не для полных. К слову, в этом году организаторы Лыжни России столкнулись с неожиданной проблемой. Поле, на котором будут проходить соревнования, оказалось вспаханным. Региональное правительство в последнее время активно борется за то, чтобы сельскохозяйственные земли использовались по прямому назначению. Необработанные участки грозят даже изымать владельцев. Видимо, собственник поля решил подстраховаться, чем изрядно добавил хлопот организаторам соревнований. На протяжении недели мы сюда привозили на машинах снегоходы специальную уборную, утрамбовочную машину. В данный момент идет уже завершающий этап подготовки. Делаем ограждения. Некоторые места есть, которые проблемные, где есть следы земли. Некоторые места ямы. Также их засыпаем, утрамбовываем. Подвоз участников соревнований к месту проведения гонки будет осуществляться специально выделенным транспортом, как муниципальным, так и коммерческим. Временно изменится схема движения трех автобусных маршрутов. Номер 21, номер 31 и номер 36. В общей сложности муниципально будет 24 автобуса, коммерческих 72. Мы начнем уже изменение схемы движения с 8 утра и до окончания мероприятия, это ориентировочно 16 на 0. Лыжня России – это не просто соревнование, а большой зимний праздник. Помимо гонки участников и зрителей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. Запланировано выступление вокальных и танцевальных коллективов. Будет организована игровая зона для детей. Впервые на Лыжне России откроется школа юного лыжника от портала твереспорт.ру. Любой желающий абсолютно бесплатно сможет научиться о замъезды на лыжах под руководством профессионального инструктора. А чтобы сохранить истинно спортивный дух праздника, администрация города убедительно просит воздержаться от продажи и употребления алкоголя на территории мероприятия. Денис Ренов, Антон Шишкин, Виталий Осипов, ТВТР.